Перед Новым годом депутаты местного совета собрались на плановые заседания, чтобы рассмотреть ряд насущных для города вопросов. О ключевых из них расскажет наш корреспондент. На последней в ушедшем году сессии Пинского городского совета депутатов 28-го созыва был утвержден городской бюджет на 2020-й. Депутаты также проголосовали за его расходную часть. Бюджет составлен с учетом прогнозного социально-экономического развития и параметров денежно-кредитной политики Республики Беларусь. Городского бюджета определен по доходам в сумме 190,1 миллиона рублей, что выше уточненного плана 2019 года на 14%. Доходы городского бюджета без учета безвозмездных поступлений прогнозируются в сумме 96,4 миллиона рублей. Расходная часть составляет ровно столько, сколько и доходная, причем треть от общей суммы будет направлена на сферу образования, еще больше 45% на медицину. Но для того, чтобы распоряжаться бюджетными деньгами, их нужно заработать. Для этого проанализировать социально-экономическое развитие города в ушедшем году и наметить перспективы на наступивший. Об этом докладывал первый заместитель председателя Горисполкома Михаил Самолазов. Но более подробно о выполнении прогнозных показателей вы узнаете из следующего сюжета с заседания Горисполкома. На сессии депутаты также рассмотрели вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию медицинского обслуживания детского населения. Главный врач Пинской детской больницы Николай Телетицкий, депутат Горсовета, ознакомился с структурой педиатрической службы города, который оказывает помощь более чем 38,5 тысячам детей региона. Выполнено объединение педиатрической службы к Пинской детской больнице, присоединенные филиалы детской поликлиники и специализированные дом ребенка. Целью дальнего мероприятия явилось это улучшение организации оказания медицинской помощи детскому населению Пинского региона, повышение доступности организации структуры, штатных, бюджетных расходов, закупок и так далее. Несмотря на то, что медицинская помощь детям оказывается на достаточном уровне, она требует совершенствования. Николай Телетицкий помимо положительных моментов обозначил некоторые проблемные вопросы, как, например, кадровый дефицит участковых врачей-педиатров, хирургов, травматологов. Да и материально-техническая база требует плановой замены и приобретения нового оборудования. Необходимый новый детский реанимобиль прежний за пять лет эксплуатации выработал свой ресурс, хотя еще может послужить несколько лет. Стоит вопрос и о капитальном, и текущем ремонтах зданий детской больницы и поликлиники, пищеблока, замены окон и лифтов в детской поликлинике. Также отмечено было, что разгрузить нынешнюю амбулаторную службу сможет открытие в скором времени педиатрического отделения на базе лечебно-диагностического корпуса «Западный». Об оказании узконаправленной медицинской помощи нуждающимся также докладывал Сергей Каханович, главврач онкологического диспансера, депутат областного и городского советов. Слово взял и депутат Дмитрий Грачев, тренер городского клуба каратэдо Эдельвейс, рассказав о том, как юные спортсмены проходят обследование в диспансере спортивной медицины. К слову, два воспитанника клуба в числе 14 титулованных и перспективных юных спортсменов, членов национальных и сборных команд Республики Беларусь, по решению сессии гурсовета получат именные стипендии. Помимо этого, депутаты рассмотрели еще целый спектр вопросов, среди которых порядок формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации некоторых государственных программ, а также утвердили план работы на этот год.